Принцесса Аврора Звезды, Солнце и Луну, а мир теперь населяют страшные монстры. Если Аврора хочет вернуться домой, ей надо избавить обитателей этой вселенной от напастей. Child of Light напоминает печальную сказку про доблесть и предательство. Сюжет наполнен драматическими нотками, он заставляет грустить и в то же время радоваться за героев. Однако большая часть игры состоит из беготни Авроры от одного страдальца к другому. Истории жителей Лемурии просты и схематичны. Диалоги, выполненные в стихотворной форме, бессодержательны. По этой причине соратники Авроры, как и её противники, не вызывают эмоций. Отсутствие проработанной истории компенсируется захватывающими сражениями. Стоит Авроре столкнуться с монстром, как они переносятся на арену, где начинают в пошаговом режиме избивать друг друга. Чем выше скорость героя, тем быстрее он проходит фазу ожидания и переходит к активным действиям. Одни премы выполняются за мгновение, а другие требуют немало времени на подготовку. Если нанести удар сопернику в определенный момент, то его атаку можно прервать и отбросить его назад. Вместе с Авророй на поле боя находится один напарник. Отряд пополняется новыми персонажами, и их можно свободно менять в процессе битвы. Сразу после прибытия в Лемурию Аврора встречает маленького светлячка. Это создание парит над ареной в реальном времени. Юркий спутник лечит союзников или замедляет врагов, тратя на это свою энергию. Поэтому сражения держат напряжение и спинной мозг, и головной. Приходится внимательно следить за готовностью своих и чужих воинов, вовремя активировать их способности, лечить и замедлять. Одна секунда может решить исход противостояния. Стоит отвлечься от сражений с порождением тьмы, как наружу лезут недостатки. Увы, в сундучках и тайниках Аврора обнаруживает лишь камешки с различными бонусами, склянки с зелиями да перманентные усилители базовых показателей. Визит в Сокровищницу или Подземелье не доставляет удовольствия. Точно знаешь, что уникальный меч или легендарную броню там не обнаружишь. Постепенно изучение мира становится не самой увлекательной составляющей, но ей приходится заниматься, поскольку магазинов тут нет, и надо полагаться исключительно на находки. Поначалу в Лемурии есть места, куда героиня пока не может попасть. Но вот проходит час, и Аврора учится летать, что позволяет ей добираться практически в любую точку королевства. Светлячок всегда готов исцелить Аврору, так что ловушки лишь тормозят прохождение, а не добавляют трудностей. Загадок немного, и они просты. Аврора передвигает ящики с места на место, выискивает рычаги для открытия дверей или прибегает к помощи Светлячка об очевидных ситуациях. Замечательный художественный стиль и увлекательная боевая система поддерживают интерес, но со временем компания надоедает. Сюжет развивается медленно, предсказуемо скучные награды за очистку подземелья вгоняют в уныние. Из-за отсутствия мини-карты помощь страдальцам оборачивается долгими блужданиями по миру в надежде наткнуться на искомый объект. Так что к финалу 12-часового приключения приходишь усталый и разочарованный, правда, немного радостный от того, что эта тягомотина закончилась. Субтитры создавал DimaTorzok